С вами канал Учебник вслух. Окружающий мир, третий класс. Тема урока – как животные воспринимают мир. Воспринимать окружающий мир животным как человеку помогают органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Вспомни, как называются эти органы. Насекомые. Органы зрения насекомых, глаза, состоят из большого числа маленьких глазков. Каждый глазок видит только небольшую часть окружающего пространства, а вместе они воспринимают изображение, составленное как мозаика из маленьких частей. Органы слуха хорошо развиты у тех насекомых, которые сами издают звуки, например, у кузнечиков. Органы обоняния находятся у насекомых на усиках. С их помощью некоторые насекомые, например, бабочки, могут различать запахи на расстоянии трех километров. По всему телу насекомых расположены чувствительные волоски, органы осязания. Они служат для ощущения прикосновений к их телу. Многие насекомые, например, бабочки, пчелы, муравьи, различают вкус пищи. Рыбы. У рыб крупные органы зрения, но из-за воды глаза рыб могут различать форму и цвет предметов лишь на небольшом расстоянии. Вода хорошо проводит звуки, поэтому рыбы хорошо слышат. Их органы слуха воспринимают звуки, издаваемые не только в воде, но и на берегу. На голове расположены ноздри – отверстия, которые ведут в органы обоняния. Некоторые рыбы, например, акулы, могут улавливать запахи на расстоянии более 500 метров. В коже, по бокам тела рыб, находятся особые органы, благодаря которым они чувствуют направление и силу течения воды. Есть у рыб и органы вкуса. Птицы. Птицы отличаются превосходным зрением. Они видят на большом расстоянии, хорошо различают цвета и их оттенки. У многих птиц, особенно у певчих, отличный слух. Хороший слух и у птиц, ведущих ночной образ жизни. Например, у совы. Органы обоняния у птиц развиты слабо. Млекопитающие. Зрение развито у млекопитающих слабее, чем у птиц. Наиболее острое зрение имеют те из них, которые обитают на открытой местности. Например, зебра, жираф. Но в отличие от птиц, они различают не все цвета. У всех млекопитающих очень хороший слух. Только они имеют наружное ухо, ушную раковину, которая улавливает звуки. Многие млекопитающие обладают тонким обонянием. Таких животных легко узнать по острой, вытянутой вперед морде. Волк, лисица. Органы осязания млекопитающих – длинные, жесткие волосы. Больше всего таких волос на морде. Поэтому их часто называют усами. У какого животного самое хорошее обоняние? Проверь себя. Рассмотри рисунки с изображением млекопитающих. Определи, какие органы чувств, развитые у них, лучше всего. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. О летучих мышах. Когда заходит солнце и наступают сумерки, на охоту вылетают летучие мыши. Они быстро отыскивают в воздухе насекомых и ловко хватают их ртом. Даже в темноте летучие мыши не наталкиваются на предметы, которые встречаются им на пути. Оказывается, что эти животные обладают замечательной способностью ориентироваться в воздухе. Во время полета они издают такие высокие звуки, которые человек даже не слышит. Эти звуки отражаются от предметов в виде эха. И зверюк улавливает их своими чуткими ушами.